По просьбам гостей, трудящихся и зрителей. Мария Сокольская, прошу любить и жаловать. Первый раз девушка решила снимать кино, почему-то у меня. Вот, кстати, к нам подходит Леандра Кудряшова. Здравствуйте, Леандра Кудряшова! Этот фильм у нас будет сегодня вторым вечером. Я в прошлом году впервые в жизни поехала на фестиваль, поехала в Анапу и получила второй приз. Великое плане искусства, во мне умирает артист. Великое плане искусства, во мне умирает артист. Здравствуйте, друзья! В Анапе продолжается фестиваль «Киношок» и очередная встреча с актерами, по-моему, сейчас начнется. Я так думаю, что они опаздывают, потому что уже 17 минут четвертого, а начало вообще в 15. Я бежал с нашего клуба позитивного общения и думал, что уже все кончилось. Однако здесь еще, по-моему, ничего еще не начиналось. Это ведущий, который представляет актеров, явно озабочен, вызванивает и не может вызвонить кого-то из актеров. Актеры где-то пропали. Но будем смотреть, как будут развиваться события. Народу немного, можно сказать, все те же. Добрый день, Иван Ильич, еще раз. Меня попросили еще раз исполнить песню, которую я вчера исполнял, и у нас были всякие там проблемы. Вот. Оторвался ремень, струны расстроились и все такое. Поэтому сделаем еще раз по просьбам гостей, трудящихся и зрителей. Собственно, песня посвящена, ну, не песня, а стихотворение с музыкальной вариацией посвящено году театра. Написал Евгений Стрелков. На стихи Евгения Стрелкова вариации музыкальные мои. Листаю программки театральные, старые, пожелтевшие. В них имена гениальны и времена, ушедшие. В них имена гениальны и времена, ушедшие. Исповедальное чувство прозрачное. Ах, как знамитись ты, великая тлань искусства, во мне умирает артист. Ах, как знамитись ты, великая тлань искусства, во мне умирает артист. Ах, как знамитись ты, великая тлань искусства, во мне умирает артист. Живут имена ушедшие. Листаю программки театральные, старые, пожелтевшие. Собственно, мой товарищ очень любит театр, всегда хотел быть актером, но всю жизнь проработал чиновником. Вот, и это вот от его лица, можно сказать, песня такая. Где там наши уже артисты спрятались, да? Сейчас к нам приехал, у нас первый фильм, «Святая ложь». Саша, актриса, она там играет зечку Афанасьева Шевчук. Она застряла из Тамани, никогда ехать не может, в пробке стоит. Вот, у нас здесь есть режиссер, он в прошлом году уже у нас был в программе, и снова приехал Андрей Селиванов. Он, наверное, меня и не слышит. Также сейчас к нам летит на такси, уже на самолете только, Леандр Кудряшова, породился из Петербурга. И показ своего фильма, она хотела его посвятить памяти оператора Сергея Дубровского, который практически работал у него на всех картинах, который в довольно молодом возрасте умер в этом году. Вот, так что-то я их не вижу, я пойду позову. Так, они не слышат, я сказал, буду играть. Сразу выходите. Ну, вот и режиссер. Такой работой, помню. Здравствуйте, дорогие. Я сам сегодня не спал. Прилетел, искупался и пришел к вам. Очень большое, для меня, большой сюрприз, правда. Я всем сказал, так кто же придет его смотреть. Его недавно по телевизору показали. Между прочим, с хорошим рейтингом. И за 4 дня было, извините, похвастаюсь, но у меня такое было в моей творческой карьере, это было в первый раз. За 4 дня 2 миллиона просмотров. Это то, что вы сейчас увидите. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы пришли. Во-вторых, я хотел бы, конечно, поблагодарить киношок, что взяли все-таки эту картину. Потом, я вот тут хотел представить актрису Московского художественного театра имени Чехова. Где она? Вот. Вы видите ее совсем в небольшом эпизоде. Ее сегодня будут показывать там, в кинотеатре. Там. Но здесь она тоже есть. Мария Сокольская. Прошу любить и жаловать. Первый раз моя девушка решила снимать кино почему-то у меня. Не знаю почему. То, что вы увидите, история серьезная. Ну, правда, серьезная и грустная история. Снималась она очень непросто, скажем честно. И в этом смысле я не хочу вам сейчас там портить, не то, что портить настроение, а, как бы сказать, по-человечески. Ну, менять настроение к показу, потому что там, по большей части, я могу рассказывать только анекдоты. Тот женский монастырь, в который попадает наша героиня, на самом деле это мужской монастырь на Фиоленте. Это там, где Андрей Святой Первозванный, наш Андрей Первозванный, причалил к Крымскому берегу. В том месте это снималось. И мы монахи, монахи, конечно, были немножечко, мягко говоря, шокированы тем, что из мужского монастыря киношники решили сделать женские. И поэтому я запретил всем, включая директора, говорить о том, что у нас вообще-то там еще и пожар. Это мы сообщили настоятелю только в третий съемочный день, когда уже был последний. Я снимал там в реальной тюрьме, в реальной тюрьме. И там была уже, там в эту сцену, вы видите, когда была актеры массовых сцен, обыкновенные женщины, которые приходят сниматься, да, там, в кино. Что такое актеры массовых сцен, все понимают. Ну, у меня была сцена, что там была драка. И вот теперь представьте себе, что это обыкновенные женщины, которые работают врачами, там, не знаю, кем, а им нужно вот это вот все делать. То есть там нервов не хватило. Ну, правда, там и нервов, и всего остального. Но благодаря моим замечательным актерам, потому что я всегда говорю, режиссер, по большому счету, это ничто. Титры никто не читает. Вы не знаете меня в лицо и там моих коллег, и это неудивительно. Ну, правда, неудивительно, потому что у каждого своя работа. Ну, правда, у каждого своя работа. Кто знает, как выглядят композиторы? Ну, кто-то их знает, как они выглядят, никто не знает. Или операторы. А почему актрисы очень любят операторов? Потому что операторы знают, какой план здесь, чтобы актриса выглядела красиво. Вот. И старают не ссориться с оператором. Обязательно, да. Ну, раньше была такая шутка, извините, может быть, тоже не к месту, но была шутка такая, что актрисы всегда какие-то чуть-чуть с режиссером до утверждения и с оператором после. Поэтому спасибо вам еще раз, что вы пришли. Надеюсь, история вас тронет так же, как она тронула меня. Потому что сами события, которые там разворачиваются, вы сейчас увидите. Я в последнее время, когда начал, ну, там, если кто не знает, там, Стрифосовский я снимал, да, запускал этот проект. У меня нет плохих персонажей. Ну, вот человек плохой. Вот чем меня, допустим, всегда возмущает? Когда снимают мелодрамы для России, если ты отрицательный персонаж, то только младенцев не ешь. Вот только Даниила, там все остальное, вот все. Если ты плохая разлучница, то вот ты просто стерва конченый. Я всегда пытаюсь найти, и вы это сейчас сами увидите, оправдание этим людям. Потому что я всегда говорю, что нет, с точки зрения Бога, ни хороших, ни плохих. Есть просто люди. Ну, правда. Которые ошибаются, либо по обстоятельствам их жизнь заставляет сделать ту или иную гадость. Поэтому желаю вам хорошего просмотра. Надеюсь, что вам понравится. И вы поставите там ключики, где киношок, нужно это отметить. Да, когда голосовать будете напротив циферки, надрываете немножко и опускаете ворную. Послушайте Костю, это важно. Да, а то всегда мне там все-все по-разному голосуют. И бывает такое, что вообще циферку вырывают. Бывает, что гнут напротив циферки. Вот. И многое другое. Вот, кстати, к нам подходит Леандра Кудряшова. Здравствуйте, Леандра Кудряшова! Этот фильм у нас будет сегодня вторым вечером. Она еще к нам вечером вернется. Представляем вам слово. Собственно, я уже рассказывал. Спасибо вам, друзья, что вы пришли, потому что была хорошая погода. Недавно показали, я думаю, что будет два человека на площади. Ну, я рад. Спасибо вам. Я лично этот фильм хотел бы посвятить оператору Сергею Дубровскому, который от нас ушел в этом году. Вот. И Леандра Кудряшова расскажет об этом поподробнее. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Я в прошлом году впервые в жизни поехала на фестиваль. Поехала в Анапу и получила второй приз. И потом в Петербурге всем рассказывала. Поезжайте в Анапу, поезжайте на фестиваль киношок. Там самый честный фестиваль, потому что я смотрела и наблюдала, как голосуют, как принимают. Здесь действительно очень добрая, очень отзывчивая публика, которая действительно любит российское кино, любит наших артистов, с большим удовольствием смотрит кино, наблюдает за ним, следит, знает режиссеров, операторов. И это, поверьте мне, очень важно. Артистов, что их и так все знают, их показывают. А операторов и режиссеров, они всегда несут на себе самую тяжелую ответственность за фильм. Получится он или нет, а знают их, к сожалению, не всех. Поэтому я очень хотела бы, чтобы вы остались на мой фильм. Называется он «Шаг в бездну». Мы снимали его в Коктебеле, на Карадагском заповеднике, про прекрасных людей, на биостанции. Мне очень было приятно смотреть, как люди сохраняют нашу природу. Когда я им задавала вопрос про дельфинов, это был где-то разговор на час, я молчала. Потому что люди все время рассказывали, как они хотят сохранить природу, как они хотят сохранить нашу прекрасную страну. Как здорово, что такие люди в нашей стране существуют, у которых пунктик, как я их называю, пунктик на своей любимой работе. К сожалению, я дам немножко отдышаться. Фильм, который у нас в прошлом году получил второй приз зрительских симпатий, тоже снимал Сергей Дубровский. Спасибо вам прекрасных людей. И у нас играли артисты из театра, из Симферополя, из Севастополя. Чтобы это было просто, как это в советское время, в советском кино было по-настоящему. Чтобы говорок был настоящий. И я очень благодарна оператору Сергею Дубровскому, что он выполнил мою задачу продюсерскую. И это кино получилось очень доброе, очень чистое и очень красивое. И спасибо вам, что вы пришли. Спасибо. Проходим к зал всем. Мы уже там не будем, наверное, ничего говорить. Да. Сразу берем бюллетени и начинаем смотреть кино. Ну вот, друзья, я не опоздал сегодня. Сейчас зрители берут автографы у артистов, фотографируются с ними. Ну, это такая традиция. Спасибо вам. Немного зрителей, но, тем не менее, все равно... Это всегда приятно, когда люди приходят. Я думаю, актерам это очень всегда ценно. Подписывают афиши. Ну, к сожалению, дома много дел, и на фильм я не остаюсь. Но, тем не менее, фестиваль продолжается, и атмосфера его чувствуется здесь, возле Гортеатра и возле Мира Кино тоже. Я думаю, там тоже идут конкурсные показы. Друзья мои, приезжайте в Анапу в сентябре на Киношок. И ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч. Это Анапа. Субтитры подогнал «Симон»!